Всем привет! Рада вас видеть на своем канале. И сегодня в видео речь пойдет про мой уход за ногами. Эта тема особенно актуальна летом. Хотя я стараюсь ухаживать за ногами круглый год. То есть не только когда пришло лето, сразу быстро бежать, делать педикюр и так далее. То есть я стараюсь в течение года поддерживать свои ноги в порядке, чтобы как можно реже ходить на педикюр. У меня программа минимум средств, но мне этого вполне хватает. И плюс я в этом видео вам хочу еще показать свой топовый набор лаков на это лето, которыми я пользуюсь, пользовалась и какие лаки я сочетала. Первое средство, с чего начинается мой уход, это скраб для ног. Вот такой у меня скраб сейчас. Уже где-то половину я использовала. Это аптека 36,6 серия Натура. Как бы до этого я не использовала какие-то специальные скрабы. Я пользовалась обычной чистой линией, он идеально подходит для того, чтобы скрабировать кожу ног. Поэтому вот такие вот два средства. Когда этот закончится, я не считаю, что это прям must-have, но это был подарок. И действительно приятное средство. Но он немножечко даже больше сушит кожу ног, чем вот этот вот, например, скраб, который абсолютно не сушит. И после него даже можно не наносить крем на ноги. После этого обязательно надо нанести крем на ноги. Я в пустых баночках уже показывала крем для ног из той же серии. Они в дуэте замечательно просто работали, но этого было больше. Поэтому вот где-то у меня столько еще осталось. С удовольствием сейчас пользуюсь. Такой охлаждающий эффект дает и прекрасно скрабирует. Далее я использую вот такую вот пилку. Этой пилки уже, наверное, около 3-4 лет. Но она все такая же замечательная. Покупала в каком-то абсолютно дешевом маленьком магазинчике. На тот момент сказала, чтобы мне дали самую хорошую, какая у них есть. У нее две стороны различной жесткости. И я пользуюсь вот этой, и потом прохожусь вот этой вот, как бы шлифую уже. Замечательная пилка. То есть пока что даже не думаю менять ее. Далее это, конечно же, крем для ног. На данный момент у меня Organic Shop крем-гель для ног Cold Care. Это охлаждение и снятие усталости. Вот этот вот насчет момента охлаждения. Не знаю почему, у меня наоборот он какой-то дает эффект разогрева, чем охлаждение. Не пойму, с чем это связано. Но это спустя там 2-3 минуты после нанесения проходит. И как такового, честно говоря, охлаждения я больше не чувствую. Но он действительно такой приятный. Им приятно пользоваться. Я с удовольствием пользуюсь им каждый день. То есть таким средством конкретно для ног он обязательно должен быть приятным. Особенно для меня, потому что в ином случае я просто им пользоваться не буду. Он будет у меня стоять на полочке. Так изредка буду пользоваться. То, что я пользуюсь им каждый день для меня это показатель. Он действительно хорошо смягчает, увлажняет кожу. Но действия хватает как бы на день. То есть каждый день его надо обновлять. Ну раз-два дня где-то вот так вот. И он абсолютно быстро впитывается. Никаких проблем с этих нет. Не остается никакой жирной пленки, неприятного ощущения. Поэтому я бы советовала вот этот крем. Как видите, у меня самые маленькие наборы средств по уходу за ногами. Но именно они мне помогают сохранить свои ноги в хорошем состоянии. То есть, чтобы они всегда были увлажнены. Чтобы они были отшлифованы хорошо. И чтобы не было никакой стянутости и неприятных ощущений. И далее я вам покажу лаки, которые я использовала в течение этого лета. Которыми продолжаю пользоваться именно для педикюра. Во-первых, это вот такое средство от Sally Hansen. Три в одном, четыре в одном. Оно намного хуже, чем средство от умной эмали. Три в одном. Поэтому я его использую для ног. И использую потому, что все лаки, которые вы увидите, они яркие. И поэтому, чтобы они не оставляли такой желтый налет на ногтях. Я использую вот как базу. Топовое покрытие я не использую для педикюра. Далее два лака от Opi Eye. Которые я комбинирую между собой. Обычно я в последнее время не делаю педикюр просто с одним лаком. Я обычно делаю комбинацию двух-трех цветов. Вот эти вот хорошо подходят. Лаки я напишу название под видео. Один розовый, один такой морковно-красный. Красивые лаки. И поэтому очень нравятся на лето. Далее два лака, которые тоже я люблю комбинировать. Это вот такой от Eveline Happy Colors. Называется такой мятный оттенок. Я его абсолютно случайно увидела на витрине. Когда уже покупал. Не на витрине, а возле кассы, по-моему, он был. И я его просто так положила в корзинку. И как бы он мне понравился. Но чтобы добиться такого цвета, надо, естественно, три слоя. Где-то два-три слоя. Вот так вот. Но, в принципе, за ту стоимость, которую он стоил, я уже не помню. По-моему, один доллар. Нормально. И в комбинацию к нему я использую прошлогодний свой лак. Это Пупа. Номер у него здесь. Опять же, я напишу все под видео. Вот 506. Это Элимитка прошлогодняя. Желтый такой лак. Идеально, мне кажется, сочетается с вот этим вот мятным оттенком. Он достаточно плотный, именно поэтому хватает в один раз покрытия. Абсолютно непрозрачный. Но именно поэтому я бы для маникюра, например, его не советовала. Потому что для маникюра он слишком плотный. И последний лак от Essence. В этом году его покупала. Номер 93. Вообще, вот этот вот цвет сейчас мой, наверное, самый любимый на данный момент из всех. И в одежде, и в обуви. У меня очень много вот такого цвета. Вот лак, помада. Это, то есть, такой мандариновый какой-то оттенок. Очень приятный. И я его тоже вот сочетала и с вот этим вот, например. Можно сочетать и с вот этим вот красным. Можно три вместе сочетать. Но оттенок потрясающий. Очень нравится. Два слоя я его наношу для педикюра. Потому что в один он просвечивает все-таки. Вот такая программа минимум у меня по уходу за моими ножками. Мне будет очень интересно почитать. Может, вы посоветуете какие-то проверенные уже средства. Кремы для ног на зиму в том числе уже актуально будет. И спасибо всем за внимание. И пока-пока.